Мы сегодня, как и всегда, будем благодарны Господу за то, что Господь сохранил жизнь нашу, дал нам здоровье и, конечно, дал желание, чтобы мы сегодня могли прийти сюда, на это место, помолиться сначала, попросить благословения, а потом, впоследствии, послушать Слово Господне, потому что нам еще предстоит жить на этой земле. И жить на земле – это не простая жизнь, и вы это знаете, если сравнить, сколько для нас приятных моментов было в жизни, сколько отрицательных, не знаю, какой будет баланс, но, наверное, все-таки больше чего такого отрицательного. Хотя то положительное, если оно бывает и кратковременным, которое Господь дает, оно настолько велико, что покрывает все те трудности, которые были в прошлом. И мы за это должны быть благодарны Господу. Потому что, если бы не было вот такой милости для нас, то, наверное, очень трудно было бы и на земле жить, и впервые смотреть было бы трудно. Но когда мы знаем, что в наставании Слова Господне, что все то, что мы здесь сегодня переживаем, это временно, даже если взять положительные моменты нашей жизни, то даже с этой точки зрения в вечности положительные будут гораздо более высокого уровня, более глубокие и более ценные. Ну, а тех переживаний, слез, проблем, их вообще не будет, за что благодарение Богу. Поэтому это очень часто дает нам утешение, дает нам надежду. И даже когда бывает трудно двигаться вперед, мы все равно движемся, потому что знаем, нам останавливаться нельзя. Кто-то, однажды, очень хороший пример привел велосипедиста. Говорит, он не может стоять на месте. Если он только встанет, потому что в короткое время есть не встанет, он упадет. А вот когда он движется, пусть даже потихоньку, пусть даже не слишком быстро, но он едет. А как только встал, пару секунд, и уже он не будет. Или едь, или падай. Одно из двух. Поэтому у нас сегодня выбора нет такого. Мы сегодня понимаем, что наша жизнь на земле временная. Хорошо понимаем. И не просто верим. Мы знаем. И многие из нас соприкоснули с этой вечностью здесь уже на земле. Поэтому это дает нам возможность двигаться вперед, не останавливаться и иметь ту твердую надежду, чтобы придет то благосновенное время, когда мы воспользуемся полностью теми благами, которые Христос дал. Но это уже будет не на земле, а в вечности. За что? Благодарение Богу. Поэтому, конечно, кто не мог быть на разборе, не мог. Я понимаю, что и больные люди есть, и на работе есть. И, может быть, даже и не на работе, дома надо быть. Вполне возможно, что. Но не у всех чего не так. Кто-то и по халатности своей, кто-то по... Он не знает, какие причины могут быть. Но отсутствует здесь. Но мы сегодня благодарны Господу, что мы сегодня можем научаться и Слову Господне. Слава Ему и благодарение. Потому что это Слово жизни. Это святильник для нашей ноги. И еще даже мы следуем Слову Господню. И за это будут неприятности. А такое может быть. Такое может быть. Но это все будет временное. Оно впоследствии окупится старицей. Ну, а для испытания Господь допускает те или другие проблемы. Просто я напомню, о чем в прошлый раз говорил или напоминал. Апостол Павел говорит, я умею жить. Помните? И в скудости, и в изобилии, и при порыцаниях, и при похвалах. У него жить не означало существовать. Ныть, плакать. А куда денешься, жить надо. Он немножко по-другому понимал жизнь. И вы сегодня понимаете, о чем я веду речь. Это в полном смысле слова жизнь была. И она, по милости Божией, потому что Господь его научил. Помните, он сказал, я научился всему. А это говорит о том, что все было. Все было. И может кому-то было непонятно, почему Павел, ну и вдруг у него проблемы какие-то есть, недостатки какие-то есть. Я не имею в виду грехи. Где-то, наверное, с одеждой, где-то, наверное, с питанием. Наверное, думали, зачем? Ну как это, Павел так вот работает, трудится, и вдруг в него вот такое получается. Бог учит жить. Учит жить в любой обстановке. И опять повторяю, не существовать. Не просто, значит, ну а куда денешься, пришел на землю, жить надо. И многие люди так и живут. На куда денешься? Надо доживать, говорят. Ну как, ну надо же доживать как-то. Поэтому Господь и в такой обстановке учит нас жить за что благодарение Богу. Но сегодня, брат Сережа, подчеркнул одну такую мысль. Слово Господне предлагается. Но его еще надо уметь принять. Или тут существует почва определенная. Он там одну привел, выдержку из Священописания. Но, думаю, у него другая была мысль. Он упустил одно очень важное слово. Говорит, помните, как примите насаждаемое слово? В кротости примите насаждаемое слово. Вот это та почва, которая может принять слово. Наверное, сегодня трудно дать характеристику этому качеству, кротость. Но вообще вы, наверное, понимаете вот в своей голове, что это за поведение. И как раз говорит, не в бунтарстве каком-то, не в ожесточении, не в подозрительности какой-то именно. Иначе оно не проживется. А вот в кротости оно примется и плод даст. Именно вот какая почва. В кротости примите насаждаемое слово. И вы помните, что Господь неоднократно об этой кротости напоминал? Говорит, кроткий ответ отвращает что? Гнев. Короткий язык – древо жизни, а не обузданное сокрушение духа. Вот вам противопоставление. Говорит, кротость склоняется к милости вельможа и так далее, и так далее. Вы много найдете, что действительно, как нужна вот эта кротость? И потому, когда мы читаем Евангелие от Марка, там четвертая глава, там эти четыре почвы. И вы помните, все они с проблемами были, эти почвы. А вот последнее, брат Сережа говорил, в добром и чистом сердце. Приняло это семя Господне, которое сеялось. И оно начало расти, и потом плод принесло. Поэтому Христос и напоминал. Помните, напомню то, что не один раз напоминал. Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные. И я успокою вас. И не все же еще. Не все. Успокою. Пришли мы многие, а успокоились. А это уже сами мы знаем, как мы успокоились. Он говорит, то, что пришли, это хорошо, это начало. Но еще научитесь от меня. Ибо я какой? Кроток. И еще какой? И с миром сердцем. И тогда что будет? И найдете покой душам вашим. А если этого не будет, то 50 лет будете ходить в собрание. И все не то, и все не это. И вроде бы и Слово Божие не выполняется. Ну как же? Придите, успокою. Пришли. А покоя-то нет. А почему нету? А потому что. Почему-то не научились. Почему-то не научились. Может быть не обратили внимания. Может быть кто-то не говорил об этом. Но вот этот короткий текст Писания, он отвечает на этот наш вопрос полностью и целиком. Без всяких пояснений. Придите и научитесь от меня. Ибо я кроток и с миром сердцем. И найдете покой душам вашим. А если этого не будет, найдете? Не найдете. Даже и думать об этом не надо. Не найдете. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я буду продолжать разбор. Насколько Господь позволит. И тем не менее, я зацеплюсь в некоторой мере за прошлый разбор. Потому что это очень важная тема. И мне кажется, я уже третий раз буду повторяться. Но только некоторые элементы возьму из прошлого разбора. Для чего Господь сегодня совершает всю работу? Вот если бы даже было вот это одно место Писания, которое я перечитаю. И это будет 51 глава Исаии. И 16 стих. И он опять обращает внимание на то, что Господь делает через Слово. Он дает Слово. Ему нужны люди. В данном случае он говорил в речи об Иисусе Христе. Но на сегодняшний день Иисус Христос на небе. А Его представителями или работниками мы являемся. Которым Бог дал Дух Святой для того, чтобы Он мог брать от Него, возвещать нам, а мы могли передать другим. Сегодня Господь делает Свою работу через нас. И Он напоминает. «И я вложу слова мои в уста Твои, и тень руки моей покрою Тебя». То есть не только дам Слово, но и защищу. Будут нападки за это Слово. Дьявол уже Него не любит. И мы иногда не любим, когда к нам какое-то Слово обращено, но оно нас обличает, задевает, где-то не любим. И Господь говорит, «Я не только дам Слово, я тенью Свои руки покрою». Чтобы Ты мог это сказать Слово, а после этого еще и устоять. Потому что можно и получить за то, что Ты сказал то, что надо. И я в прошлый раз напоминал, что пророки очень часто терпели за то, что говорили правду. Сегодня люди привыкли сами лгать, и привычных до их обманывают. И что, правда, что и сами себя обманывают. Они не привыкли слушать вот то, что есть на самом деле. И это одна из проблем. Поэтому Господь здесь напоминает, если я уложил в уста Твоего Слово, то я Тебе и покрою. Я Тебе и защищу. Для того, чтобы Ты не пал. Могут быть проблемы, могут быть трудности, переживания какие-то определенные, временные. Но, в конце концов, для нас сегодня должно быть что главное? Не главное, как о нас будут думать люди, а главное, что о нас Бог будет думать. Потому что, если, с одной стороны, мы служим Богу и людям, но, с другой стороны, все-таки, в первую очередь, Богу, а потом тем людям, которые боятся Бога, тем, которые не боятся, мы чим служим? Мы им истину открываем, говорим. Но мы не можем говорить то, что они говорят. Мы не можем идти в русле их чечения, которым они плывут сами. Потому что это уже будет... И Павел однажды сказал так, если бы я до ныне угождал людям, то что? То не был бы кем? Рабом Христовым. Если бы я до ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Поэтому здесь Господь говорит, но я обращаю внимание вот на что. Какие три вопроса Господь решает, чтобы устроить небеса, утвердить землю и сказать, Сиону, ты мой народ. Вот это слово устроить небеса. Что это значит? А что там есть нечто, что неустроенное. Ну, что-то там недостроенное. Надо устроить небеса. И мы хорошо знаем. С одной стороны, когда Бог сотворил все, была вся полнота. А потом третья часть ангелов пала. Их там уже нету. Там нет той полноты. Там нет того устройства. И потому я в прошлый раз напоминал, сегодня еще раз напомню. Господь сказал, надо устроить небеса. Я не думаю, что нас будет по счету столько, сколько было падших ангелов. Я не думаю так. Но тем не менее, придет время, когда церковь займет то место, где занимали эти начальства и власти. Помните, Писание говорит, что говорит, упраздит начальство и власти. Будет Бог все во всем. Но когда Он будет все во всем, когда церковь будет отнята от земли, сочетается со Христом, Христос покорится Отцу, совершит все, и все. И тогда будет полнота. Поэтому мы сегодня должны благодарить Господа, что на небе еще нас не хватает. И Господь нас готовит туда. И готовит так, чтобы мы были достойны, на должном уровне характер наш был, чтобы достойно занять то место. Потому что мы все сегодня, наверное, хорошо знаете, что где-то там во вселенной есть один прекрасный город Иерусалим, который давно построен, но куда еще не ступала ни шья нога. Это место приготовлено для церкви, за что благодарение Богу. Если даже только учесть, что там весь город, который еще не заполнен, а для полноты должен быть заполнен, то уже не устроены небеса. И потом мы сегодня благодарим Господа, что Господь сегодня совершает свою работу, строит церковь на земле, чтобы в конце концов устроить небеса. Но для этого мы должны быть готовы занять там вот то место, чтобы там была вот эта полнота. Мы сегодня за это благодарны Господу. И кто-то однажды сказал так, ну, учитывая, что он учел, что мы несовершенные люди. Там была какая проблема? Кто-то все время искал совершенную церковь, бегал. Значит, там несовершенные, там несовершенные, там одного не хватает, там другого не хватает, а там третьего не хватает. Там, говорят, прекрасный хор, но там проповедники слабенькие. Вот там проповедники сильные, но хор не совсем такой. там одно и другое есть, но там пророчества нету, и все чего-то нету, и нету, и нету, и нету. И кто-то однажды сказал так, говорит, ну, говорит, церковь совершенно на земле трудно найти, ее нету. Ну, если ты, говорит, даже найдешь ее, то не иди туда, потому что она станет несовершенной сразу. Вы понимаете, что он сказал? Ну, если, говорит, найдешь ее, то не иди туда, потому что ты испортишь самую последнюю церковь, совершенную, хорошую, потому что ты туда пришел. Поэтому сегодня я не ради шутки это говорю, наверное, с юмором кто-то сказал, но тем не менее это так. Почему я это говорю? Потому что совершенный человек будет жить совершенной жизнью в любой церкви. Потому что он совершенный. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Он научился жить. И если я сегодня нигде места себе не найду, то дело не в том, что вокруг меня несовершенные люди. Это правда так. Но другое дело, что я и сам несовершенный. Потому нигде не могу и место найти твердого. И там не так, и там не так, и там не так, и там не так. Поэтому Господь никогда не допустит, я не раз говорил, чтобы там в Царстве Небесном нечто стало похожее, что теперь есть на земле. Даже при самой совершенной церкви на наш взгляд. поэтому он сегодня производит очень серьезную большую работу для того, чтобы устроить небеса. Ну и дальше еще, что опять напомню, и утвердить землю, и устраивая небеса, Господь и землю утверждает. Может быть, вам кажется странный поворот мышления моем. Я просто объясню, что я имею в виду. Когда Господь строит на земле свою церковь, чтобы устроить небеса, то вот эти люди все, они пока что живут на земле. и самые плохие христиане, если они в самом деле христиане, ну как плохие, слабенькие, но плохие, наверное, не то слово, но которые соблюдают слово Господне, они никогда не уничтожат землю, утвердить землю. Что значит утвердить землю? Говорит, от беззакония она качается как колыбель. Помните это место Писания? Мы, когда читали Исайю, мы рассуждали над этим местом Писания. Сегодня да, сегодня все колеблется. И когда сегодня мы говорим информацию, когда эту информацию дают ученые, знаменитые люди, то они говорят так, что сегодня столько накоплено оружия на земле, что можно несколько раз уничтожить землю, если это все взорвать. Скажите, Бог хочет, чтобы земля была уничтожена или нет? Но наше висит как на волоске. Вы помните, значит, кажется, Карибский кризис называли во время Никиты Сергеевича Хрущева, когда он однажды проснулся американский президент и смотрит, ему докладывают, ракеты стоят на Кубе. Уже ракеты советские на Кубе стоят. И я помню статью в газете мирской, она всегда так, мир сдвинут на грань катастрофы. Это было так? Если Бог не умешался, если бы началась ядерная война, вы представляете, что это могло бы быть? Она очень часто, мы, наверное, всего не знаем, мы не имеем знаний о том, что происходит на земле сегодняшний день. Но я нисколько не сомневаюсь, было сколько моментов, когда американский компьютер выдавал ложный сигнал ядерное нападение. Об этом писала пресса. Вы знаете, что-то такое? Это значит нажать пару кнопок одновременно и начали бы обмениваться. А земля шатается, нет ничего твердого. Но почему она шатается? Я опять обращаю внимание. От того, что ядерное оружие здесь есть, это не причина. От того, что еще много бактериологического. От того, что сегодня нанотехнология развивается, вы знаете, что это пыль ядовитая. Сегодня говорят, зачем уничтожать материальные ценности, надо людей уничтожить. И говорят, что нанотехнология где-то один кубический метр этой пыли и все население земли будет уничтожено. Потому что это очень маленькие мексипедические невидимые глаза, они наполнены ядом, они имеют свое устройство. Человек дыхает, дают команду, умирает, и никто не знает от чего. Действительно, земля звенута на грань катастрофы постоянно. но вот то, что сегодня делают люди, а вы знаете, что делается? Отказываются подписывать договоры на запрещение устаревшего оружия, а где-то в секретных лабораториях разрабатывают более надежные. Вот как сегодня люди пытаются мир на земле сохранить. Но я вот о чем хотел сказать. Но дело не в этих высоких технологиях. Дело не в том, что сегодня накоплены в горы смертоносного оружия. Дело в том, что на земле живут люди, которые готовы поднять руку и нажать на пусковую кнопку. Вот в чем вся проблема. Вы меня понимаете хорошо? Вы слышите? Оно ничего не значит, если не будет человек, который пустил в дело это оружие. Все дело в людях. И мы сегодня благодарны Богу, что Бог совершает работу над людьми. Слава Ему и благодарение. И я нисколько не преувеличу, хотя нужно делать какие-то оговорки наверное на сегодняшний день, что ни один баптист, ни один пятидесятник, ни один, ну называйте еще что-нибудь, китайский, верующий, американский, английский, никогда не пойдет войною на Белоруссию. Пойдут люди неверующие, не знающие Бога. Вы меня хорошо понимаете? Люди, боги, надежные люди. И нам их нечего бояться. если я сегодня боюсь, то я боюсь не пятидесятника американского, а неверующего. Хотя вообще сегодня всякое правительство пытается привлечь на свою сторону всех. Это уже другая страна, это уже другой вопрос. Но я понимаю одно, что христианин настоящий, живой христианин, его нечего бояться, ни нам, и нас Господь никто не боится. Там, где есть христианство, там твердая почва, там твердое основание, там надежное место, за что благодарение Богу. Если бы сегодня, в действительности, люди в мире, чем больше приняли Господа Иисуса Христа, мир стал бы многобезопаснее. Но, к сожалению, сегодня есть две категории людей. У нас, допустим, они по расам, по национальностям, по полу и так далее, и так далее. На государства разделены. У Бога только две категории людей. Верующие и неверующие. Спащенные и не спасенные. Спащенные люди по-настоящему. Они никогда никому вреда не принесут. И я понимаю хорошо, когда Господь совершит свою работу, когда возьмет церковь, он же не оставит землю без слова Господня. Он обратится к народу израильскому и будет с ними иметь дело. И самое надежное время для жителей земли, когда не будет колебаться земля, не будет ничего страшного. Это когда Господь воцарится на горе сегодня, когда будет тысячелетнее царство, когда земля наполнится познанием славы Господа, Исаия говорит, что в то время народ не поднимет меча, не будет более учиться воевать, потому что будут приходить на поклонение в Иерусалим. Слава нашему Господу и благодарение. Бог сегодня совершает спасительную работу с людьми. Он утверждает землю. По-другому утвердить ее нельзя. И мы сегодня это видим. Ну и конечно сказать Сиону ты мой народ, чтобы именно с ними окончить дело, потому что оно было не окончено. Когда Христос пришел, его первое пришествие мы сегодня называем на землю Рождество праздновать и так далее, то еврей его отвергли. И потому кажется Михей говорил, он говорил так, что в день сооружения стим твоих в этот день отдалиться определение. То и Бог пришел дать защиту своему народу, а Бог пришел в лице Иисуса Христа, чтобы поставить эти стены защиты, чтобы поменять мнение. Но в этот день, когда нужно было утвердиться, отвергли и определение в отношении царства с Израилем, оно отодлилось почти уже 2000 лет. По нашему счету уже даже больше, чем 2000. Хотя больше не прошло, потому что там один монах один раз обсчитался неправильно, другой где то есть что обсчитал, говорят уже в 2012 году должно было быть 2000. Мы уже давно пропраздновали, а на самом деле кто знает на сегодняшний день, кто насколько обсчитал и кого обсчитал. Но мы еще не понимаем одно и благодарим Бога за то, что живем в то время, когда Господь утверждает землю и устраивает небеса. И все это связывалось с нами за что благодарение Богу. Ну и конечно в отношении еврейского народа и сказать что ты мой народ это уже своя линия у Господа. Но она продолжается для того, чтобы покуда Господь не окончит свое последнее дело, чтобы на земле были люди знающие Слово Господне. Потому что если только отнять Слово Божие, вы знаете, что все пойдет совсем по-другому. Я уже этих свидетельств не буду говорить, которые я мог бы сказать насколько сегодня все серьезно. кто внимательно читает прессу, я просматриваю и обращаю внимание, я помню эти статьи, что на земле наступает безбожная эра, это действительно так. И этот автор говорит, скоро придет время, имя Бога и упоминаться не будет, и если бы не Бог, это было бы так. Потом я однажды читаю такие прямые призывы, выходить по всякому контролю, и есть сегодня такое учение. Оно пришло из мира, оно возникло в мире, когда некто организовал какое-то свое общество и говорил, выходите из-под влияния правительства, не слушайте государственных деятелей, они нам ничего не дали и не дадут. Выходите отдельно, делайте, не надо нам никого. А позже проникло уже и в церковь, и в церкви тоже стали говорить то же самое, не надо нам никого, мы будем по отдельности делать то, что мы хотим на сегодняшний день. Вы знаете, оно как-то начинается там, но проникает сюда. Но я не об этом хочу говорить. Этот автор в конце концов выразил, что долой всякую мораль, долой всякую религию. Это нам пастухи извне навязали ее. Никакой морали нам не надо, прямым чекстом говорит, никакой религии нам не надо спасать. В том смысле, если не будете свободными вообще от всех и вся, то вы погибнете все. Земле приходит конец. Прямой призыв никому не подчиняйтесь, сегодня мы это видим. Так что люди бунтуются, эти оранжевые революции, то изумрудные, то еще какие-то. Короче говоря, люди хотят жить так, как хотят. Так, как хотят. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание, вот эти три вопроса решает Господь. И на сегодняшний день Он их решает через Церковь. Он их решает через Слово Божие. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы в сегодняшний день в действительности могли быть исполнены Духом Святым, могли понимать свою миссию и могли исполнить то предназначение, которое Господь для нас предназначил. Но я читаю дальше. Я уже, наверное, не буду останавливаться на этих вопросах. Я читаю с 17 стиха. Я до него дошел в прошлый раз, но сегодня решил просто экскурсию сделать назад, потому что это важные такие моменты. По сути дела, вот эти три момента, они определяют все. Вот эти три линии, они, значит, буквально охватывают все сферы жизни, они открывают то, что Бог делает, цель его работы. И читаю 17 стих. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения осушил. Вот здесь Господь меняет так сказать, не то, что свое отношение к Израилю, а другие советы дают призывы. Если раньше говорил, идите в плен, вам надо, будете наказаны, и ничего у вас не получится, будете воевать, то теперь, говорит, а теперь уже воспрянь. Потому что на все есть свое время. Почему Бог так должен был говорить? Вернее, не должен был говорить, по-другому нельзя было сказать в то время. Потому что они долго время в плену находились. Они были уже измучены. Им надо было сказать, что вот эти мучения ваши приходят к концу. Они были допущены во время. А теперь, несмотря на то, что на сегодняшний день ты усталый, измученный, но воспрянь. Потому что наступает другое время. И прежде всего, как и всегда, Господь это делал через свое слово, через увещание, воспрянь. То есть, что такое воспрянь? Ободрись, приди в бодрое состояние. И здесь надо было верить. Почему? Потому что еще не было видно изменений в окружающей обстановке. И еще не вставались в плену. И еще не было никаких изменений. И здесь единственное, на что можно было положиться, не на то, что ты видишь, а на то, что Бог обещал. И Он говорит воспрянь. Воспрянь. Восстань. То есть воспротив этой обреченности. Вы знаете, сегодня очень часто люди долгое время терпят то ли страдания, какие-то, то ли какое-то давление наружное откуда-то. И наконец бывают такие моменты, когда кажется все, как обреченный все, уже ничего не поменяется больше. Ничего не может поменяться, потому что и сам ослабил, и вокруг никто, и ничто не меняется. И здесь Господь говорит, что восстань, то есть воспротив унынию, которое на сегодняшний день еще держит плену. Восстань, Иерусалим, вот это имя Иерусалим, это город мира, переводится на русский обладание миром, основание или жилище мира. То есть Гибраис найдет два перевода, но по сути дела варианты различные немножко, но смысл один, это город мира. И вот через грех дошли до такого состояния, что Господь этому городу мира, Он никому мира не давал. Вы помните, Господь где-то говорил так, и в гору ходит, и разбойник грабит по улицам, это в Иерусалиме. Вот там, где храм был, там, где жертвы приносились, и вот дошли такого состояния, что, ну, как в язычестве, когда страшно выходить в город без охраны, страшно где-то зайти одному, где-то в какой-то отдаленный уголок города, и так далее, и так далее. Это и в Иерусалиме было. И Господь теперь говорит восстань Иерусалим, вспомни свое имя, которое у тебя есть, вспомни, где ты назначенный был, ну, и еще дай оценку своему поведению, потому что из-за него ты стал совсем другим городом. И Господь здесь говорит, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения осушил. вы знаете, почему Господь здесь так говорит? Потому что когда человек переживает какие-то определенные трудности, особенно если дьявол притесняет, то есть помощь от Господа. Даже в самые трудные моменты человек сохраняет здравомыслие. Но когда Бог начинает судиться, тогда не люди, никто помочь не может. очень часто люди обращаются к дьяволу за помощью. В каком смысле слова? К колдунам, к шародеям, к шептунам. То есть понимают, что среди людей это такой уровень поражения, что помощь не найдет, значит надо туда идти. То к Богу не хочется, потому что Бог на определенных условиях, Он нечистостый. А там же деньги заплатили пожалуйста. Но это обман. Но это обман. и очень часто не помогает. Но если и помогает, последствия бывают еще более трудные положения. И Господь говорит, сравнивает чашу ярости Он дал выпить. То есть нигде не найдешь помощи, нигде не найдешь защиты. И когда вот такое происходит и длительное время человек находится под этим гнетом, у него очень часто мысли начинают путаться. У него нету здравого рассудка. Он тирается. Говорит, чаша опьянения. Вот это бедство, которое Бог допустил, оно было настолько сильным, что люди не могли трезво мыслить в это время. Вы знаете, что я допустим переживал такие моменты, когда от боли бредил. Знаешь, что такое бред? Я рассказывал, когда хотел узнать адскую боль, дошло до того, мне кажется, как сейчас помню, тут какие-то доски на меня набросили. Мама говорит, убери доски от меня. Ты видишь, доски на меня набросали. Мама говорит, Коколя, какие доски? Ты накроватили, какие доски? То есть, вот это давление болезни или чего-то, рассудок мутится. И человек уже не соображает. И вообще мы, допустим, помним такие моменты, особенно тех, кто в мире был, особенно в драке, как дадут по голове, и пошла голова кругом, и не соображает человек что, как, ну, не понимает. То вот такое состояние в то время было в народе израильском. И Господь говорит, но теперь пришло время, говорит, чашу ярость упел, чашу опьянения. Конечно, здесь можно как понять? Первая чаша опьянения была тогда, когда были пьяны от греха. Грех тоже пьянит. Тоже люди не соображают, что делают. И на преступление идут, и все. Это же ненормально. И сегодня человек, который имеет трезвый ум, он никогда не будет делать то, что иногда делают люди под влиянием греха. Или пьяные, или еще что-то другое. Голова помутила дело, открыл глаза, что я наделал? Что наделал? Не трезвый разум был. То с одной стороны, чаша опьянения не может быть грехом, а с другой стороны, от того, что Бог сильно бьет, тоже бывает очень трудно, вот эта чаша опьянения. А здесь Господь уже говорит, прямым текстом, вот эту чашу ярости, ты выпил чашу опьянения, а теперь я ее забираю из твоей руки, уже не будешь боли пить. Время на все было. Было на все время. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день, если кто-то сегодня нечто переживает похожее, чтобы для вас сегодня был последний день, чтобы Господь взял из рук чашу опьянения. Но для нас сегодня очень важно понять, разобраться, почему это пришло в жизнь. И тогда можно надеяться на то, что поменяется. Потому что я не раз говорил, сегодня напомню, когда Бог что-то допускает, Он допускает с определенной целью, хочет поменять что-то в нашей жизни. И если Он допустил, а я не понял и не меняюсь, то есть смысл прекращать работу? Или надо все-таки продолжить? Как вы думаете, что будет разумным? Продолжить или оставить? Продолжить, потому что страдания напрасными окажутся, которые Бог допустил и ты переносил. Вы понимаете, что я говорю? То потому что это больно и трудно, естественно, первое, что рвется, Господи, ну прекрати. Потому что уже невыносимо. Но если трезвой головой размышлить, Господи, прекрати, а дело недоверено до конца, не поддался работе, тогда ты совсем неразумно тогда страдал здесь, на земле, а потому что в аду будешь страдать, потому что работа до конца недоведена, не поддался вот этой работе, остался при своем мнении, остался при своих интересах, и поэтому тогда будет разумно благодарить Бога за то, что продолжает свою работу, слава ему благодарение, что вечность это не шутка, а если бы это была только сказка, если бы была фантазия, если бы это было так, но это не фантазия, это не сказка, это реальность жизни нашей, как реальная наша жизнь здесь на земле, такой же она реальной, даже более глубокой, она будет в небе, и Писание говорит, вот то, что здесь вот на земле мы переживаем эти радости, это только маленькая часть будущих радостей, это не жизнь, это не жизнь, и я помню сметельцев, когда моя мама умерла, и тоже она во сне в сотни пришла, рассказывала, какие там венцы, но она рассказывала такие вещи, что они мне в голове не укладывались, я понимал, но нельзя было зацепиться, они просто в одну уходили, в другую и выходили, я просто понял, она рассказывала, но я не мог этого уловить, и ей как-то ей сказал, но ты жила на земле, я говорю, какое жила, это не жизнь по сравнению с тем, чем я теперь живу, какая жизнь, вы понимаете, это не жизнь, теперь я начал жить по-настоящему, это не жизнь была то, что я жила, конечно, это было время сталинское, это было время, трудное в то время, но тем не менее, и радости какие-то были, во всем временах, как-то Бог давал какую-то возможность не только плакать, но что-то иметь радостное, хотя уровень этой радости был, естественно, совсем другой, сегодня, наверное, то, что мы сегодня кушаем каждый день, то они радовались бы один раз в год на Пасху, чтобы кушали, что мы сегодня кушаем, и этого не было, это уже радость, для радости человеку немного надо, ему только чуть-чуть получше, чем вчера было, и уже радости много очень, но, когда мы сегодня сравним с вечностью, то, оказывается, нам и сравнивать то ничего, это просто тень всего, но, с другой стороны, и наши болезни, это только тень тех болей, которые будут, если погибнет человек, то тоже, и с одной стороны, думай, цени радостями, которые будут гораздо глубокие, но, с другой стороны, и боясь того, что и скорби будут более глубокие, это не то, что мы сегодня переживаем, это совсем не то, и, наверное, на земле здесь никто и не переживет, не скорбеет тех той глубины и радости не может воспринять, а если что-то воспринять, то не перескажешь, потому что Писание говорит, что глаз не видел, ухо не слышало и на сердце то не проходило, что Бог приготовил любящим его, поэтому здесь сегодня на земле все условно, но мы понимаем, что Господь скорбит и трудности учит нас, шлифует нас, но и наказывает, но наказывает, говорит, бьет же всякого сына, которого принимает, и вы помните, из посланий к евреям апостола Павла, вот выражение Священного Писания, если говорит, вы не терпите наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, оказывается, и здесь еще Бог наказал, надо радоваться, хотя это радость сквозь слезы, но тем не менее видишь, что Бог просто из любви это делает. Я, кажется, когда-то проводил пример, когда некто из братьев засвидетельствовал, все-таки как важно уметь радоваться и тогда, и понимать, что если с тобой в жизни совершается то, что написано, то ты имеешь с Господом дело, ты его сын или ты его дочь и кто-то из братьев засвидетельствовал. Это брат с Украины, который, значит, кроме своих детей, я просто напомню повторно, еще взял на воспитание других. Девочку, кажется, девочку взял. Вроде бы девочку взял. Ну и было время, когда вот эта девочка, она как-то и послушная была, и все, и вдруг она стала капризничать. Без всякой причины, что-то начинает делать такое невдоборозумительное, не могут понять, в чем дело. Ну и отец терпел, и отстегал ее. И она говорит, о, наконец я знаю, что я ваша родная. Потому что я видел разницу. Вы их наказываете, а меня нет. Оказывается, вот она чего добивалась. Она хотела, чтобы как со всеми, так и с нею. А они понимают, что чужая все-таки девочка. И она же была в возрасте, не в том, как дома малютки взяли. она знала, то и она хотела быть как все. И радовалась, и благодарилась. А теперь я знаю, что я ваша, и я своя, потому что ты меня наказал, а раньше этого не делал. Я так читаю и думаю, правда, что написано в Писании? Бьет всякого сына, которого принимает. А если вы не терпите наказание, которое всем общее, ну как всем общее, не просто бить ради того, что бить, но если сделал, то получай. Если один раз, второй, третий, не доходит так, то в армии через руки и ноги дойдет. Если не доходит так, пару кругов десяток и дойдет. Если до головы не доходит, то дойдет так. Поэтому здесь в этом вопросе Господь имеет норму на все. Норму на все. И иногда эта норма довольно суровая. Вот смотрите, я читаю. Выпил чашу ярости его. Вот кажется, ярость это на уничтожение, но у Бога даже ярость не на уничтожение, а для того, чтобы воздать человеку по его делам, а почте иметь с ним дело. Потому что он справедливый. Он справедливый. И вы, наверное, не найдете ни одного человека библейского, где бы не было отмечено о их каких-то преступлениях, которые были сделаны. это не удивляйтесь, у меня одна мышь как-то ложится на сердце. Я ее однажды высказал недавно в воскресенье. Я был в шевелях, я ее высказал. Вы знаете, мы какие-то такие интересные люди. Вот мы уважаем друг друга, что-то, но как только заметили, что кто-то что-то не то сделал, все, крест поставили. А, а я то думала, а я то думал, а кажется, то я его слушать не буду больше. Я говорю, так, знаете, что если так поступать, то вообще давайте отложим в сторону Библии вообще. Я это добыча читать не буду, потому что Майший убил человека, а потом не явил святостью в отмиривой, я его буду читать. Ну, вы поняли логику саму? Зачем я читать такой человек? Про Давида буду читать, я его сам буду читать. Он убийство совершил руками Амонисиан такой, я буду посетов читать его. Не буду, я Петра не буду читать послание апостола Петра. Он сначала отрукся, а потом Бог его помиловал, просил его, а он лицемерил вместе со всеми, и пае должен был обличать. Я его читать буду, Павла тоже не буду читать. Он однажды первого священника унизил, сказал Бог тебе будет бить стена подбеленная, ты сидишь чтобы судить по закону, вопреки закону бить меня, вы знаете что, и нечего читать. Все. Все найдем, потом пожалуйста не делайте такие вещи. Мы сегодня не ангелы, мы сегодня все люди. Иногда бывает нечто такое, что и не думал, да вот оно так получилось. Поэтому пусть Господь благословит нас, потому что в этом смысле слова вы не найдете ни одного человека библейского, кто бы мог спастись вне Христа, вне жертв принесенных ими во время Ветхого Завета, которые говорили о будущей голговской жертве Христа. Никого нету, все умирали на земле. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Осушил я обращу внимание на этот текст Писания, на этот 17 стих говорит, выпил до дна чашу опьянения, осушил, осушил. И вот после того, как уже осушил, вот как раз в этот момент и появляется такое чувство обреченности, что Бог забыл, Бог хочет просто уничтожить, стереть лица земли, но это не так. Но это не так. Просто Бог делает все, чтобы рассчитаться с нами за наши грехи, но у него никогда не было желания уничтожить кого-то. Но допускает очень часто очень сильные переживания. Может, даже непонятно для разума, как, что, про что, но, тем не менее, мы ему будем командовать, мы будем упрекать, почему он так делает. он мог бы сказать, что хочу, то и делаю, кто вы такие. Он даже негде сказал, мы читали, вы все вместе легче пустоты. мы все вместе, все люди на планете легче. Это же правда. Я уже не раз говорил, если Бог одновременно через Дух Святой наполняет эту огромную Вселенную одновременно, которая считается миллиардами световых лет, то что я сегодня, чтобы ему упроки делать или командовать, почему ты так сделал? Господи, благодарю тебе, что ты меня спас, а уже почему ты так сделал? Мне возмущаться, почему ты так сделал? Что хотел, то и делал. И Павел однажды выразил очень резко. Он сказал так, а ты кто человек, что споришь с Богом? Кого хочет милует, кого хочет жесточает, там тоже правда, но не совсем, он просто резко границу поставил. А если хочет жесточить, то что ты делаешь? Хотя ожесточает чисто условно, просто Бог дает возможность человеку делать то, что он хочет, и он сам наполняет себя ожесточением. Бог никого не ожесточает, что никогда. Но Павел настолько вы сильно достали, почему Бог так, почему Бог так, говорит, что хочет, то и делает. А ты что спорить будешь? Кто ты такой? И говорит, будет ли глина спорить с горшечником? Даже глина, когда спорит, вот в чем дело все. Ну, горшок, ладно, уже нечто есть оформленное, может где-то расписанное там глазурью, а вот кусок глины спорит, вот тут интересно бывает, но тем не менее, мы такие на чем к сожалению, к сожалению, это не делает нам чести, это не украшает нас, но так бывает. И наверное, очень часто бывают боли, какие-то и духовные боли, или и это тоже можно понять, я тоже вспоминаю, вы помните, Иисус возопил на кресте, говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Но там не было упроком, там просто боль сильная вырвалась, что невыносимо, невыносимо, вот что заставлено, не просто возмущение, он знал, почему оставил, но боли, возопил громким голосом, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И помните, еще долго прожил после этого, или уже близко было? Наверное, через пару минут испустил дух, потому что это было все уже, даже он уже не мог выдержать, просто смолчать, потому что очень было больно, и наверное, нам никогда не понять этого, нам никогда этого не понять, я хорошо понимаю, что вот все наши примеры, и все наши переживания, и мои в том числе, они, наверное, даже 1% не составляют от того, что на самом деле с Христом происходило, или что будет, но просто мы в нашем миру каким-то образом пытаемся донести друг другу и истину о спасении, и ответственность за душу собственную, но и о тех бедствиях которые могут прийти в жизнь если неправильно прожить вот настоящее время или пройти это время пред лицом Божиим поэтому мы пытаемся что-то делать и читаем 18 стих некому было вести его то есть Иерусалим ну ясно что Бог имел в виду не Иерусалим а жителей Иерусалима Он имел в виду священников книжников тех которые во главе стояли некому было вести его из всех сыновей рожденных им и некому было поддержать его за руку из всех сыновей которых он взрастил вот Господь здесь напоминает вот одну такую истину что некому было вести некому к миру к чему вести к миру к покою некому было вести почему некому было вести потому Господь говорил это было время закона и там надо было, чтобы весь мир и покой, надо было закон исполнять, и Господь негде говорил так, и священники и пророки отступили от закона а вещи вели но как отступили от закона не по слову то никак не могли привести к миру, Господь говорит, некому было вести их некому было вести вроде и людей много а вести некому как и у нас сегодня много братьев а выбрать пастора где-то, вот какая проблема особенно когда будет на деревню о, нет на месте где-то погоны иметь, где-то что-то, пожалуйста а вот где-то что-то свое отдать где-то временем пожертвовать, не очень-то и до сегодняшнего дня, к сожалению остается истины истины, которые Христос говорил что жатвы много а делателей мало я очень часто говорю деятелей много а делателей мало есть разница между деятелем и делателем поэтому мы уже, наверное, устали от деятелей а делателей а делателей а делателем то надо приложить что-то свое отдать что-то прежде всего что, здоровье ну что все остальное это уже впоследствии идет оно все пойдет и Господь здесь говорит некому было вести их к миру к покой и всех сыновей рожденных им на сегодняшний день если уже не говорить о том народе то сегодня без истины Христовой невозможно никого привести к миру а то не работают эти философии не работают эти учения самые различные они не работают какую-то надежду иногда дают какой-то намек на что-то делают но чтобы привести к полноценному миру невозможно без истины Господней некому было вести его из всех сыновей рожденных им и некому было поддержать его за руку из всех сыновей если даже кто-то захотел идти то одному без поддержки трудно пройти надо поддержать а поддержать некому и вести некому и поддержать некому это наверное самое ужасное что только бывает в жизни христианство в жизни людей и сам не знает и положиться не на кого и поддержки никакой если начал идти тоже нету и Господь здесь отмешает эти все детали и некому поддержать его за руку но говорят сегодня и на сегодняшний день в народе в народе израильском так оно и происходит они держатся законом Моисеева и вот ему мира нет до сегодняшнего дня он будет только тогда этот мир придет в их землю когда они Христа примут как Мессию когда примут его учение а сейчас они сидят как на пороховой бочке арабский мир сегодня бунтуется особенно сильно ожесточается и поэтому не совсем такое у них положение завидное ну если можно так выразиться на сегодняшний день потому что теракт и так далее и так далее и так далее некому некому когда обращаться ко Христу будет кому но покуда с ним нет отношений не налажены покуда закона держится Моисеева вы знаете что трудно чего то добиться хотя вообще то закон Моисеев тоже к миру призывал но все дело в том что закон переворота внутреннего не делал он держал под страхом вот это надо если не сделаете повесим за это спалим и вы знаете и люди вот так вот черпят наконец взрываются а вот когда благодать у меня действующая она сердце меняет не хочется делать а когда не хочется то легко и удерживаться когда не хочется а вот когда хочется по законам под законом будешь стоять не будешь делать но тебе хочется поэтому Бог дает сегодня очень такой простой выход простой совет молись что Бог отнял это желание грешить тогда будет легче идти а так стараешься делаешь и и бунтуешься внутри так хочется согрешить и нельзя почему то Бог так написал нельзя выпить ну хоть чуть-чуть хоть немножко уже три года или три месяца на реабилитации ну хоть бы вырваться где-нибудь вырвешься и вырвешься вырвешься и вырвешься лучше не вырываться лучше не вырываться потому что будут проблемы Писание говорит так лучше им не познать пути святой заповеди нежели обратишь и опять вернуться назад чем злейших туда берут плин это гораздо труднее поэтому пусть Господь благословит некому было вести его из всех сыновей рожденных им и некому было поддержать его за руку из всех сыновей которых он взрастил вы знаете что да вот как важно вот эту за руку кого ведут за руку близких знакомых хорошо тех которых любят и Бог вот желает чего-нибудь водить за руку за руку вы никогда за руку не бойтесь и с посторонними людьми правда бойтесь не с друзьями которых вы хорошо знакомы с мужьями с женами с детьми потому что за руку это не так просто под руку тем более тем более здесь же свои законы свои определения вот Бог хочет водить за руку то есть иметь очень близкое общение я не раз говорил за руку тоже можно по-разному вести вот тут наручники защетнул и ведет за руку но кому это нравится или вот так вот схватит за руку и тянет вот нормально когда вот так когда рука за руку это доверие это взаимное доверие даже за руку вести и то помните Господь обещал и я говорю буду руководить себя руководить значит за руку водить что такое руководить за руку водить сегодня понимаем руководить это командовать это не руководить здесь Бог имеет гораздо нечто более глубокое водительство Духом Святым за руку водить я вспоминаю авторы мирские тоже очень часто хорошо значит понимали что значит руководить и кто-то я всегда запомнил мне что в памяти остались и со школьной скамьи кое-что говорят руководил рукой водил мол мы умы а вы увы то есть а так не будешь руководить когда считаешь кого-то недостойным тебя и так далее за руку ходят люди много вы с начальством за руку ходили наверное я не знаю из директора вашего предприятия кто-то видел что вы за руку шли наверное нет наверное нет а Бог именно хочет будучи начальником более высоким чем сегодня на земле он хочет водить за руку и это еще очень важно для нас иметь честное общение и некому было поддержать его за руку поддержать здесь написано за руку из всех сыновей которых он возрастил тебя постигли два бедствия кто пожалеет о тебе опустошение и истребление голод и меч вот вот эти наказания истребление которое пережил народ израильский который выше назван чаша ужаса чаша ярости чаша опьянения тебя постигли два бедствия кто пожалеет тебе опустошение и истребление голод и меч меч это истребление а голод это опустошение хотя меч тоже может опустошать но голод это нечто самое страшное что бывает в жизни от меча можно укрыться за стенами а от голода за стенами не скроешься вы понимаете о чем я говорю от голода за стенами не скроешься и господь здесь говорит меч и голод опустошение и разорение тебя постигли два бедствия но наверно я когда то эту мысль повторял и сегодня ее напомню наверно более счастливые люди которые погибли от меча если конечно учитывать только земную жизнь потому что если погиб от меча и в преисподнюю попал то там нисколько не лучше ничего не выиграл это мы думаем ушел из жизни выиграл что то что выиграл ничего не выиграл наоборот голод всякой надежды лишился покуда живешь на земле есть какой-то шанс поменять что-то изменить что-то а когда лишишь себя жизни ничего же не поменяешь уже поэтому вот с этой точки зрения голод постепенно думать еще можно некоторым уже впоследствии наверное люди только и думают о том чтобы поесть или попить потому что голод это тоже но с другой стороны если измирать все нашей жизнью земной то меч это мгновенно раз и нету а голод это мучительное мучительное не болезнь конечно а мучительное наказание мучительная смерть от голода и господь как раз вот для этого народа который он очень сильно любил он и послал вот эти бедствия два бедствия постигли кем я учешу тебя действительно когда господь посылает бедствие вот такое то кто может учешить тогда голод или меч неприятеля кто может учешить но я обращаю внимание вот на что но Бог нашел для нас учешение он нашел его в лице Иисуса Христа за что благодарение Богу а в нем и в голод находили пропитание и избегали острия меча а самое главное в чем это существует утешение он взял на себе наши грехи и наши немощи ничто нас сегодня нас вот которые сегодня здесь сидим которые где-то там дома находятся сегодня ничто нас так не мучает как грехи собственные голод или меч наверное нет болезни тоже оно как-то терпимо а вот грехи когда начинают мучить самое страшное потому что сразу же подрывается вера в спасение и мы понимаем что оно существует что неизбежно в вечность приходит нам все становится на второй план когда один за другим падаем где-то в одном и том же самом месте и потому Господь здесь говорит даже в этой ситуации и есть утешение во Христе кем я утешу тебя здесь стоит вопрос кем я утешу тебя кто пожалеет о тебе кем я утешу тебя Господь нашел кем утешить я опять напоминаю сегодняшний день и для этого народа было утешение в Боге но они прежде не принимали его действующего во время Ветхого Завета а потом не приняли в лице Иисуса Христа у них было свое мнение они по своему понимали утешение и они его видели в земной жизни а Господь говорит хорошо понимал если я не поменяю ваше сердце и дам вам то что вы хотите то вы сделаетесь настолько непотребными для доброго и Господь не один раз это увидел он говорил даже язычники не делают то что вы делаете это потому что снабдил всем необходимым накормил напоил делать не надо надо чем-то заняться и начинает заниматься ничем чем надо но так же бывает так бывает поэтому Господь что он хотел делать менять сердце человека и говорит остальное если я эту не поменяю я не буду менять вашу атмосферу вокруг вас окружающую вас смысла нет никакого для чего вы помните Господь говорил так я говорю вам дал землю плодовитую где-то второзаконник книга чище точно не помню я просто саму мысль выражаю я говорит увел вас в землю плодовитую где течет молоко и мед я дал вам дома которые вы не строили я дал вам как сказать источники воды или хранилище для воды которые вы не высекали в скалах перечисляют очень многое а вы вошли говорит и осквернили достояние мы а вы вошли и стали делать совсем то что надо и нам даже Господь вы жертвенников наставили потом стали своих детей заколать проносить жертву что я вам не повелевал вы кровью наполнили города ваши вы детей проводили через огонь я дал вам все а вы вошли и что сделали даже не умножили славу Божию а даже разорили то что я дал вам потом говорит я не могу так дальше такого не может быть в дальнейшее время кем я утешу тебя здесь Господь поставил вопрос я просто продлил вот это место на сегодняшний день перенес а здесь просто стоит вопрос кем я утешу тебя сыновья твои из не могли то есть сыновья могли бы утешить обычно и очень часто для родителей их дети являются утешением для них и очень часто что родители связывают свое будущее со своими детьми они им пытаются дать образование пытаются дать им нечто оставить и дом чтобы они где-то жили и так далее и так далее прежде всего это забота о них самих все таки родители хотят чтобы дети жили счастливо ну и наверное где-то процентов десять может быть и мне немножко попадет если они будут нормально жить это же естественно на кого в жизни можно надеяться но здесь господь говорит этой надежды нет на сегодняшний день почему сыновья твои из не могли лежат по углам улиц как черно в тенетах исполненные гнева господа прощение бога твоего вот вот это надежда на которую они возлагали так сказать упование на сыновей господь говорит от гнева господа который вы заработали по сути дела потому что если взять то время то это было время когда уже и дети рождающих в плену когда были в изгнании и здесь священное писание говорит так сыновья твои из не могли а чего из не могли но мы сегодня хорошо понимаем это грехи и следующее за ними болезни потому что грех всегда разрушает человека пьянство ли это блуд ли это или еще что то это все разрушающая сила и эти люди много не дадут ничего потому что они они больные и что от больного можно требовать человека вы знаете что от больного требуют лежи спокойно пей таблетки которые тебе прописали не нарушай режим все это все что от больного можно потребовать что ты от него потребуешь больной человек поэтому когда сегодня часто президенты цари пишут указы но чтобы их выполнить надо чтобы здоровые люди были а еще ничего не воруют больные воровством загоняют средства туда куда не надо а я сегодня читаю в идеальной дороге потом обнаружили неизвестно куда делись сегодня следствие будут разбираться куда пошли деньги на то что которые были даны чтобы дороги отремонтировать вот и пиши указы когда исполнители не могут сделать то что должны сделать ну как не могут не потому что бессильны а потому что мораль такая у человека и вот здесь писание говорит так это в то время было но сегодня перенесите на наше время и во многих случаях это как фотографии это как фотографии все равно как все равно как пророчество на будущее да и в самом деле это так как пророчество говорит сыновья твои из немогли лежат по углам улиц вот вы обратили внимание где они лежат что такое угол улицы это во-первых обзор все видят что ты никуда не угоден лежишь пьяный ты или ты трезвый или ты заболел и второе что значит угол улицы на углу обычно выбирают направление или прямо надо идти не пересекать эту улицу или надо повернуть направо или надо повернуть налево вот понимаете что я говорю угол идти надо а он лежит на углу он вперед не идет и направо не налево он просто из немог и лежит что за польза такого лежащего и все почему больные вы же хорошо понимаете что люди не валяются на углах улиц сегодня в нашем городе если валяются или больной или пьяный одно из двух а так никто не лежит на углу улицы если уже лежит упал что то произошло или больной или пьяный но пьяный тоже больной только духовно больной и так и так больной лежат по углах улиц направление выбрать не могут идти не могут кто поможет тебе сыновья твои из немогли может сегодня тоже у нас кто то лежит на углу улицы и не знают идти дальше или повернуть назад откуда пришел и на то силы нет и на то силы нет вроде и отказаться нельзя и вперед идти не хочется а направо и налево тоже не работа я знаю что в сегодняшний день Господь может конкретно поставить все на свое место потому что он знает все эти вещи он понимает состояние каждого лежат по углам улиц как черно в тенетах знаете черно это очень быстрое животное я читаю что о черно написано в салом 103 я специально подметил 18 стих высокие горы черно они вместо гор высоких лежат на углах улиц вы понимаете это вот божье слово для черно где она должна быть черно и если бы были быстро исполнять слово Господне то были бы высокие горы но как были быстрее на грех то оказались где на углах улиц в разбитом состоянии двигаться нельзя но тем не менее я заметил и не то что я заметил может быть и я не заметил может быть я немножко пользуюсь опытом других братьев других людей я заметил одно когда человек ревностно обращается к Богу то как правило какой он был быстрый на грех таким он становится быстрым и на служение Богу а кто был ни рыба ни мясо там тот и здесь ни рыба ни мясо это тоже надо отметить Бог берет человека в удел его характер его стремление но уже в свое русло направляет направляет в свое русло а здесь вот лежат по углам улиц как черно в тенетах ну что такое тенеты связи вот эти самые путы другими словами можно сказать а в чем слушай что это за тенеты исполненные гнева Господа понимаете если бы это было время эти тенеты были грех то обращаясь к Богу Бог помогает рвать эти путы все но когда время пропущено где-то и когда этими тенетами становится гнев Божий то покуда он не пройдет никто не поднимет это настолько сильно настолько трудно переносимо и самое главное по-человечески никто не может помочь покуда Бог не смилуется и вот они лежат на углах улиц в тенетах как черно я хотел бы чтобы мы все были черными обращаю внимание помните некогда там был день апостола ущерна Таавифа она была исполнена добрых дел и милосердия и вдовицы очень сильно плакали когда она умерла и Бог через апостола воскресил ее поднял поставил здравый это было черно тоже поэтому обратите внимание как черно это не просто вот это слово лежит Бог мог бы другое взять но в данном случае он взял черно черно в тенетах исполненные гнева Господа прощение Бога что такое прощение это древнерусское славянское слово прощение это вызывать отвращение если так вот перевести на русский язык то есть вызвали отвращение Божие своими делами исполнено гнева Господа прощение Бога твоего 21 стих и так выслушай это страдалец и опьяневший но не от вина наверное похмелье от вина очень тяжело я этого не знаю я показываю 24 года но я никогда не был пьяным я не знаю что то такое я не знаю что такое похмелье Бог сохранил от этого но когда человек от греха пьяный то похмелье бывает гораздо более глубокое и страшное чем от вина вы понимаете о чем я говорю говорит опьянил но не от вина о чем можно опьянеть вы знаете о чем люди пьяные бывали от гордости пьянеют говорят пьяному море по колено да вот такое есть выражение гордому тоже все по колено он я вам рассказывал однажды когда я работал в Муроме я значит был мастером этого цеха и там у нас был один ремонтник и вот гордость как пьяным делает я как-то там захожу а он сидит и рассказывает такой вот маленький-маленький наверное мне вот а я невысокий а он где-то вот отсюда и значит рассказывает он ко мне а я ему из челбана раз лежит ну кому ты рассказываешь ну кому ты рассказываешь и знаете с таким упоением они ко мне как дал одному как дал другому сидит и рассказывает рты поразвешивали а такие лбы здоровые сидят думаю ну вот пожалуйста пьяный человек пьяным рассказывает там наверное одну руку взял бы за забор выкинул бы он пьяный обычно пьяные хвастаются да обычно но я не знаю как как вы что делали когда были пьяны я говорю никогда пьяный не был я не знаю что это такое я спортом занимался другое было другой грех был другое увлечение но этим никогда не увлекался значит мне пьяные говорят пьяные но нет вина а вы думаете пьяные от любви не бывают когда самоубийством жизнь кончают или это сегодня говорят с суицидом очень часто заболели люди особенно молодежь где-то там мать с отцом возмутились за длинные поездки а вместе значит где-то с девятого этажа вниз и нету это разумные это трезвые головы пьяные 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 похотью сколько сегодня насилия пьяные пьяные говорят страдали опьянившие но не от вина но не от вина и так выслушай это страдали и опьянившие но не от вина здесь были пьяные от наказания сильного я просто возвращаюсь назад выше о чем я говорил потому что когда очень сильное наказание сильные боли тоже люди как пьяные наверное и головы кружатся да и мышление нету трезво не знает куда бежать что делать кому обратиться но ведет себя как пьяные но нет вина так говорит господь твой господь и бог твой отомшай же за свой народ вот интересно здесь значит наказал до такой степени коснулось что в пьяные были неразумели и вдруг говорит я буду мстить за вас а вы знаете а вы знаете о чем это значит потому что это отец вот он наказывает но если только сына кто-то посторонний сверх меры обязательно будет вступаться вот вот эту отцовская забота вот такая говорит я буду отмщать за вас вы пьяные да это но вот эти люди которые оказались в руках они перебрали мир я буду мстить за вас отец отеческая забота вот я беру из руки твоей чашу опьянения дрожжи из чаши ярости вот обратите внимание на дрожжи вы знаете что делают дрожжи когда дрожжи опускают в чистое какое-то оно начнет растянуться очень много так вот знайте вот то что мы сделали воздастся мерою доброю утрящённо нагнетённым там дрожжи всегда будут там будут дрожжи всегда если хорошее сделаны то дрожжи если плохое дрожжи есть и что они шеяли ветер пожнуть что буру так там есть дрожжи или нет есть есть шеяли то ветер откуда бура взялась дрожжи были положены так написано потому что потому что если я ударил кого-то и мне всем же ответили это не наказание то я просто получил то что сел а наказание когда мне два раза дали это уже будет наказание вот уловили то что я хочу сказать господь здесь дрожжак вот я беру из руки твоей чашу опьянения дрожжи из чаши ярости моей сказал все дрожжей больше не будет ты ты не будешь уже пить их и подам ее в руки мучителям твоим которые говорили тебе поединись чтобы нам пройти по тебе значение у мира очень часто такое бывает в жизни очень часто бывает в жизни такое когда из-за кого-то терпят другие есть такое понятие я паровозом был сидел в тюрьме паровоз я не сидел в тюрьме я тоже не знаю этих тонкостей всех ну очень часто кто-то довольно известный авторитетный говорит бери на себя и берут это получается то что они идут по хребту того кто подставил себя он лежит ниц а они пошли я хотел бы чтобы в нашей жизни так не было никогда чтобы мы не ходили по хребтам чьим то а ведь это явление отмечено что такое может быть такое бывает такое бывает такое бывает и подам ее руки мучителям твоим которые говорили тебе поодинись чтобы нам пройти по тебе и ты хребет твой делал как бы землею и улицей для проходящих вот обратите внимание делал почему а потому что если не сделаешь то будет хуже если не сделаешь то будет хуже особенно я думаю что никто ниже стоящий никогда не будет давить на выше стоящего дай мне пройти по твоему хребту а обычно по хребту ходят люди которые имеют больше власти несправедливости несправедливости власти и здесь действует правило тот прав у кого больше прав да тот прав у кого больше прав и тоже никуда никуда не денешься от этого и священное писание здесь и говорит вот как было с этим народом все на них перекладывали вы знаете сколько сегодня анекдотов о них сколько сегодня беды потому что если взять конкретно то здесь же расчет о народе израильском это о них идет мы сегодня берем пример с них на себя переносим потому что они люди и мы люди они божьи люди и мы божьи люди поэтому мы можем все брать потому что Бог их и Бог наш один и тот же Бог разницы нету никакой ни в характере ни в чем нету разницы мы можем это брать но тем не менее хотелось бы чтобы ну взяли использовать для себя вот эти примеры все чтобы такого не было в нашей жизни в чем было дело вот в этом народе они не оценили то что получили в частности когда мы читали 47 главу Исаии то там Господь дочь Вавилона упрекал то есть они были в плену вавилонян они взяли в плен этот народ несмотря на то что это были пленники но они оставались разумными людьми и вы знаете что в некоторых случаях вот эти евреи они были на высшем уровне в правительствах тех которые были но вот вавилонян никогда Бога не поблагодарили что такой народ казался у них в плену они думали что они это сделали и они считали их как ничем вот именно падите они чтобы мы прошли по вас если что-то не то 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 вы виноваты если что-то не так опять таки это ваши проблемы и Господь и Господу это очень не нравилось ему очень не нравилось они вот так и мы дальше будем читать об этом 52 глава Исаии восстань восстань облекись в силу твою Сион ну что сегодня нам говорить о Сионе мы сегодня будем говорить о нас и мы все сегодня прекрасно понимаем что так или иначе надо встать и встать более крепко на ноги чем мы стоим на сегодняшний день хотя восстань это нечто большее чем встань это уже и внутренне собрали чтобы с грехом воевать и облекись в силу Твою Сион там силой был Божье присутствие и евреи и израильтяне они говорили так с ними мышца плотская помните мы о мышце говорили а с нами Бог то на сегодняшний день нам сегодня говорить об этом наша сила сегодня заключается не в образовании не в том что мы здоровее чем другие люди может в некоторых случаях и есть более люди и сильные и более здоровые физически я имею ввиду в отношении болезней но сегодня нашей силой является Дух Святой который действует могущественно независимо от того сколько у нас физических сил есть те действует вера и если сегодня нам обратить внимание на это слово Священное Писание то здесь Господь говорит нам сегодня облекитесь силой Святого Духа восстань и облекись силой потому что без силы не устоишь просто-напросто слишком сильные ветры и слишком большое сопротивление чтобы просто по-человечески устоять и отстоять и свою свободу и свободу близких и так далее и так далее поэтому вот этот призыв не столько сегодня я хочу относить к еврейскому народу потому что я сегодня это читаю и я хорошо понимаю что если мы останемся вот на этом уровне на котором сегодня то завтра может быть труднее и сложнее и просто не хватит той силы чтобы завтра одержать победу поэтому когда Господь говорит нам это то он знает что говорит и если бы у него не было намерения облечь нас силой он никогда таких вызовов не делал бы нам и призовов таких не делал бы но у него есть намерение облечь церковь силой Святого Духа в полную меру насколько насколько это надо по его планам но нам но восстать надо нам это нам призовы сегодня это сделаны восстань прощи а я облеку тогда потому что Бог все делает по молитвам народа без молитв ничего не бывает облекись в одежды величия твоего Иерусалим город святый что такое одежды величия мы будем писать 60 главу и там мы там найдем такое местописание и народ твой весь будет праведен одежда праведности когда человек облечен силой Святого Духа у него будут дела соделанные по Священному Писанию а это уже праведник это одежда и наши одежды состоят из нашего характера прежде всего хотя характер никто не видит он только проявляется в словах в делах в поступках в действиях из этого соткана одежда наша и Господь здесь напоминает чтобы мы облекли щилою и оделись в одежды величия это одежды праведности а там где праведные поступки по Слову Божию там действует Дух Святой там проявляется его слава там чудеса и знамени там исцеление потому что есть вот свидетельство наше свидетельство о Боге состоит из двух частей из слова и из дела и из слова и из дела и если одну часть убрать какую-то это будет неполное свидетельство и люди видят Господа в нас через наши поступки через наши дела через наше хождение перед Господом и в эту одежду надо одеться я не имею в виду то что когда в момент покаяния Господь нам прощает и дает нам свою праведность я именно имею здесь одежды праведности поступки наши и дела наши которые говорят сами за себя поэтому наше время посудило уже истекает пусть Господь нас благословит давайте будем облекаться в силу Господню давайте будем одеваться в одежды праведности и пусть милость Господня и в дальнейшее время будет с нами аминь